Глава 9. Расширение границ. Так как ваше общество контролируемо и существует в определенном диапазоне частот вибраций, то и способность человечества создавать новые технологии также ограничена. В иных обществах, контролируемых менее жестко, где существует большая свобода передвижения и обмена технологиями между различными системами, достигается гораздо более высокий технологический уровень. На вашей планете многие дары и воздействия извне издавна замалчивались. Некоторая информация, впрочем, была передана на данную планету множеством различных способов, и в результате технологии значительно изменили стиль вашей жизни. Например, кинематограф принес с собой совершенно новый способ воздействия на сознание людей. Как на вашей планете существует киноиндустрия, так и в космосе существует система воспроизведения голографических изображений. Голографическая система отображения производит голографические включения, действия или сценарии, реальные на первый взгляд, которые вводятся через порталы в вашу трехмерную реальность. Так как космические существа, производящие голографические включения, провели на Земле и вблизи планете сотни и тысячи лет, им весьма легко обмануть людей, ведь вибрационные частоты в течение длительного периода времени жестко контролировались. Голографические включения использовались на Земле с целью контроля над сознанием и дезинформацией. Как мы видим, те, кто использует голографические включения, не всегда стремятся к тому, чтобы привнести свет или знание, информацию, которая бы способствовала духовному росту людей. У этих существ более низменные интересы, хотя свои голографические включения они выдают за абсолютные знания, чистую информацию света. Голографические включения, особенно небесные знамения, демонстрируются с целью оказания влияния одновременно на большие группы людей. Многие, хотя и не все, НЛО являются голографическими включениями. В вашу реальность также включались голографические изображения одного индивидуума, разработанные в разных вариациях. Они одновременно вводились во многие различные культуры. Именно поэтому религии различных культур Земли, не вступавших в физическое соприкосновение, во многом параллельны. Голографические включения невозможно отличить от трехмерной реальности. Эти творения, смоделированные события, включенные в вашу реальность, выглядят очень убедительно. Они используются для воздействия на умы наблюдателей, и их очень сложно распознать. Вам предоставится множество возможностей в течение последующих лет пронаблюдать голографические включения. Сначала на Ближнем Востоке, а потом и в некоторых других частях планеты начнется активная деятельность внеземных существ, и кое-что из этого просочится в печать. Некоторые из событий действительно будут иметь место, другие же будут являться включениями, приносимыми с целью направить сознание человечества к единому мировому порядку для того, чтобы легче было осуществлять над ними контроль. Голографические включения обладают энергетическими полями определенных характеристик. Эти характеристики могут быть определены при помощи рамок для биолокации. Рамки двигаются в поле голографических включений иначе, чем вблизи нормальных объектов, так как их энергетические поля отличны. В присутствии голографических включений рамки вибрируют с необычайной быстротой. Можно войти во включение и принять в них участие. Люди, имевшие опыт вхождения, могут поклясться, что события действительно имели место. Но это всего лишь спланированные события, разработанные таким образом, чтобы оказывать воздействие на разум людей. Голографические включения не несут в себе информации света. Они вводятся с целью контролирования. Они являются просто одним из аспектов существующих технологий. Реальности могут быть сконструированы и введены в трехмерную реальность планеты, так же как киноленты. Кинематограф, телевидение и театр – земные варианты создания иных реальностей. Существа, достаточно высоко развитые, способны создавать иллюзию реальности настолько правдивую, что ее трудно отличить от действительности. Голографические образы формируются определенными лучами. Они могут транслироваться в трехмерную реальность на данную планету через порталы. Для выполнения данной задачи необходимо затратить огромное количество энергии, так как процесс включает в себя слияние нескольких измерений. Голографическая технология не может существовать в трехмерном мире, требуется измерение более высокого порядка. Как следствие этого, при введении голографического изображения становится необходимым слияние данных измерений. Какая разница существует между измерениями? Почему одно измерение важно для другого? У каждого измерения своя, отличающаяся от других, частота вибрации или скорость, с которой движутся молекулы. Голографические включения могут внедряться только там, где уже имеет место слияние нескольких измерений, так как сами события разыгрываются в ином измерении, а наблюдать за развитием действия и даже входить в него, возможно из трехмерного пространства. Событие как бы вводится в трехмерное измерение и для этого нужен канал. Человечество было слепо, его постоянно обманывали, а обман стал возможен вследствие того, что у людей были задействованы всего две спирали ДНК и информация не могла поступать в сознание. Семья света пришла на планету с целью изменить положение дел. Вы здесь для того, чтобы привнести новую частоту вибрации на планету и удерживать ее в своих телах, создав таким образом возможность для планетарного сознания в целом перейти на данную частоту. Эта частота вибрации неизбежно вызовет разрушение на планете структур, имеющих в своей основе две нити ДНК. Предотвратить этот процесс или избежать его невозможно, так как в ходе планетарной эволюции пришло время развиваться дальше. И Земля готова пройти через все необходимое для дальнейшей своей эволюции. Людям необходимо научиться считывать энергии, научиться использовать не только глаза, уши, нос, рот и оседательные рецепторы для восприятия реальности, а нечто большее. Мы уже говорили, что вышеперечисленные органы чувств являются приспособлениями, искажающими реальность. Они ограничивают реальность. Вы думаете, что постигаете реальность при помощи своих органов чувств. На самом же деле они ограничивают ваше восприятие реальности. Вас с самого детства учили полагаться на свои глаза, уши, нос, рот и оседание для интерпретации своего опыта. Теперь вам придется научиться полагаться на иные формы восприятия для определения реальности. Одна из сенсорных форм, отвергнутая многими из вас, чувствование. Чувствование – это ваше знание, интуиция, это ваше психическое я, вибрация, которая подвергалась жесткому ограничению, чтобы никто на планете не мог идти по данному пути знания. Если вы смогли бы найти свои знания и свой путь интуитивного восприятия, вас невозможно было бы контролировать. Как вам познать, контролируется ли информация или доступ к ней свободен? Часть вашего опыта – научиться, попадая в кипяток, вовремя из него выпрыгивать. Глубоко в недрах вашего сознания существует понимание взаимосвязи всего сущего. Вы можете открыть в себе данную часть сознания и действовать через нее. Она является цельностью, которая чтит явление жизни и свою индивидуальную жизнь в первую очередь как жизнь, за которую отвечает ваше сознание. Вы отвечаете сами за себя. Вам была дарована эта ответственность, чтобы вы чтили свой свет, свое тело, свой жизненный опыт. Как только вы начнете заботиться о своей цельности, культивировать ее и видеть ее потенциал, вы обнаружите, что ваше тело, казавшееся вам до этого момента тяжелым грузом, совершенно бесценно. Оно приносит вам неописуемые богатства. Наличие физических тел с точки зрения многих сущностей делает вас богачами. Вам необходимо научиться включать свой центр чувствования из интерпретации опыта реальности и активировать действия в соответствии с информацией, хранящейся внутри вашего сознания. Вам необходимо научиться доверять своему чувствованию, своей интуиции, которая является вашим внутренним знанием. Вы, как члены семьи света, намереваетесь произвести слияние различных измерений. Вашей задачей является притянуть различные иные измерения в данную реальность, развить свою нервную систему до уровня способности воспринимать и трансформировать сигналы различных частот вибрации и молекул и сознательно участвовать в данном процессе, не теряя при этом психического равновесия. Вы учитесь воспринимать и интерпретировать реальность через центр чувствования и своим примером сможете научить других навыкам, которые вы вырабатываете в себе. Вы прокладываете путь. Вы будете узнавать голографические включения при помощи центра чувствования. При этом возникнет ощущение чего-то странного, что что-то здесь не так. Поскольку вы являетесь членами семьи света, ваши светокодированные нити не смогут нормально функционировать в присутствии данных частот вибрации. Ваше сознание было изначально запрограммировано на духовный рост, а голографические включения являются средством манипуляции и не способствуют вашему духовному росту. Они используются определенными сущностями для получения питания. Пищей для данных сущностей являются ваши эмоции. Именно с этой целью они возбуждают в вас определенные чувства, переводя вас на строго определенный фиксированный уровень частоты вибрации. Эти технологии будут более широко использованы в следующем десятилетии. Мое примечание напоминаю, что книга была написана в 1992 году. Именно поэтому мы и говорим о том, что человечество ждет резкое пробуждение. Люди станут задавать себе вопрос – это же реально? Границы реальности очень широки. Мы уже говорили о портале на Ближнем Востоке. Любой портал – это дверь для определенных энергий, через которую они могут прийти на планету. Помните, что когда вы покидаете планетарную сферу и отправляетесь в космос, после пересечения определенных поясов сознания вам необходимо найти нужный портал планеты для того, чтобы вернуться в правильный временной период планеты или коридор времени. Таким образом работают все межпланетные системы. Таким образом они открываются и закрываются. И таким образом охраняются от нашествия извне. Существуют порталы на Южноамериканском континенте, в Северной Америке, в Китае. Они существуют по всему свету. Огромный портал, о котором мы рассказываем сейчас, расположен на Ближнем Востоке. Он поистине велик. Множество голографических включений было введено именно через данный портал, расстраивая не только религиозные верования, но и все мировоззрение проживающего здесь населения. Так как данный портал находится в центре кризиса общественного сознания, он является основным претендентом и кандидатом для ввода голографических включений. Но он также служит и иным, более благородным целям – введению новой системы верований, которая позволила бы перевести сознание из состояния хаоса и разобщенности в состояние цельности и духовного порядка, направив его на пути знания и любви. Будьте очень внимательны к тем ощущениям, которые поступают в ваше сознание из центра чувствования, когда такого рода события начнут происходить на планете. Ближний Восток – портал, где сходится множество измерений и где существа из других измерений проникают на данную планету. Это горячее место. За последнее время, а именно последние 40 или 50 тысяч лет, множество цивилизаций возникало именно на Ближнем Востоке. Здесь же разыгрывались многие религиозные драмы. Вследствие того, что в данной области находится энергетическая воронка, именно здесь легче внедрять голографические включения, так же, как фильмы легче снимать в Калифорнии. Предполагаемое голографическое включение, которое может быть введено через данный портал – это прибытие на Землю инопланетян. Или возвращение Христа. Или возвращение какого-то еще Бога или Спасителя, или что-то еще, что заставило бы многих людей думать одинаково. В настоящее время, как это нам видится, подобные включения не могут нести в себе света, ибо каждому необходимо в данный момент времени идти своим индивидуальным путем, доверившись своему внутреннему знанию. Пример голографического включения, введенного в прошлом с целью изменить историю развития планеты – распятие Христа. Та драма, которая была разыграна и выдавалась вам как истинная историческая реальность, была совершенно иной, нежели изначальная роль, уготованная Христу как посланнику света. Одна из версий жизни данной сущности была смоделирована и скомпонована в голографическую киноленту, которая затем была введена и разыграна как реальная. Христос пришел на Землю не как один человек, а как команда светлых существ в течение определенного периода времени. История, которую вам рассказали, это драматизированная рекламная версия, причем весьма строго контролируемая версия того, кем была и есть данная сущность. Часть драматических событий, связанных с Христом, всего лишь голографическое включение в реальном ходе событий. И часть того, что вам могут предложить в продолжении сценария о Спасителе, потенциально также может содержать голографические включения. Будьте внимательны. Большинство людей обвинит нас в святотатстве и скажет, что нашими устами говорит дьявол. Как можем мы оспаривать то, что описано в Библии? Но мы оспариваем эти неприкосновенные истины, потому что все они были высказаны патриархальными организациями, преследовавшими свои цели. Эти истины использовались в целях установления жесткого контроля над энергиями планеты, которые чуть было не вышли из-под контроля. На самом же деле Христос был членом Семьи Света, посланным на Землю для пробуждения любви внутри каждого носителя индивидуального сознания и разрушения жесткой внешней контролирующей сознание системы. Он был послан с задачей принести свет через портал на Ближнем Востоке. По данному пути пришло множество сущностей, оплодотворивших реальность, которая бы подготовила сознание человечества к окончанию определенного цикла развития. Предположительно, цикл завершится в течение последующих примерно 20 лет, в зависимости от того, как будут развиваться события. Христос пришел не как одна сущность, а как ряд сущностей, воздействуя на сознание человечества в самый темный его час, час перед рассветом, когда люди уже готовы были понять свои тайны. Одним из аспектов религиозной драмы, который замалчивался и не выставлялся на показ, был тот факт, что люди приветствовали пришествие Христа. Та энергия света, которую принес на Землю Христос, была хорошо воспринята жителями планеты. С сущностью Христа связан целый ряд драматических событий. Первоначальный план семьи света был таков – приход на Землю целой команды Христа, распространение света или информации, демонстрация людям возможностей их физического тела. Но другие существа сказали, что мы будем с этим делать. Он проходит через наш портал, а мы хотим осуществлять контроль над данным порталом. Каким образом мы можем использовать эти энергии в своих целях? Наша Вселенная – это зона свободы воли, и мы можем делать здесь все, что захотим. И тогда они создали голографическое включение о распятии Христа на кресте. В результате возник страх, питающая их эмоция. Таким образом, воспользовавшись намерениями других, они увели сознание в совершенно другую сторону. Во Вселенной, исповедующей свободу воли, особенно в областях порталов, одна группа богов может вторгнуться в сценарий другой группы и внедрить свою версию. В то время, возможно, данное голографическое влияние распространилось не на многих, но с течением времени охватило множество людей и повлияло на дальнейший ход истории. Мы знаем, что у многих из вас данный вопрос вызывает сильное раздражение, но, делясь с вами данной информацией, мы хотим сдвинуть вас с мертвой точки, заставить почувствовать, вспомнить, а не следовать одной голой логике. Мы включаем вас не в мыслительный процесс, а в процесс чувствования. Что происходит с вашим телом? Спросите себя, какова моя истинная суть? Кто я внутри своей личности? И вы начнете глубже понимать, кто вы есть на самом деле, и выясните для себя ответы на многие мучившие вас вопросы. Понимаете ли вы, что пришли на данную планету для того, чтобы разрушить устоявшуюся систему? Понимаете ли вы, насколько сложно контролирование вибрационных частот? Понимаете ли вы, насколько тонка реальность? Понимаете ли вы, что возможность контролирования собственной реальности вполне доступна человеческому роду? Необходимо, чтобы люди пришли к гармонии друг с другом и не боялись завтрашнего дня, в полной уверенности, что об их благополучии позаботятся высшие силы. И тогда они смогут создать новую реальность коллективной силой своего ума. Мы уже говорили о том, что свет на данной планете недооценивают, и это действительно так. Если бы стало известно, какое множество индивидуальных сознаний приобретает суверенитет над своими мыслями и своей жизнью, и сколько знаний транслирует окружающим свою суверенность, становясь примером для подражания, то контролирующие данную планету давно бы уже предприняли усилия, чтобы остановить этот процесс очень быстро, в самом его начале. Но они упустили время. Свет недооценивают, и это очень хорошо, так как свет всех освободит. У вас потрясающее задание, и вам будет предоставлена вся необходимая помощь для его завершения. Вокруг данной планеты находится множество сущностей на кораблях-базах, которые в настоящее время выполняют роль проводников или даже усилителей энергии. Лучи света, падающие на планету, приходят из старых и древних звездных систем, которые уже работали с Землей многие миллиарды лет. Многие из данных систем лишь пронумерованы вашими астрономами. У других есть свои имена – Сириус, Арктур, Орион, Плеяды и многие другие. Лучи света улавливаются множеством кораблей-баз, окружающих Землю, фильтруются через их систему, а затем с усилением посылаются непосредственно на планету. У многих из вас в эфирные тела с вашего согласия внедрены импланты, позволяющие быть устойчивыми к психотропной войне и попыткам предотвратить ваш доступ к информации посредством частотного контролирования. Эти импланты не являются чем-то негативным, вас никто не похищал и не заставлял принять их в себя против вашей воли. Эти эфирные устройства, которые вы сами призвали в свое эфирное тело, позволяют вам воспринимать внепланетарные энергии. В настоящее время эти устройства активизируются. Многие из вас уже чувствуют себя совершенно иначе, чем ранее. В разное время, днем и особенно когда вы ложитесь спать, вы слышите различные звуки или чувствуете определенные электромагнитные вибрации в своем теле. Когда данная информация из космоса посылается в ваше сознание, вашему физическому телу необходимо обладать возможностью ее принять. Для того же, чтобы ее воспринять, вашему телу необходимо пребывать в определенном состоянии. Информацию можно сравнить с электрическим током, и если ваше тело не приспособлено к такому току, оно будет испытывать дискомфорт. Люди Земли изначально были запрограммированы отвечать определенным образом в данный промежуток времени, и ни один человек, реинкарнировавший на данной планете сегодня, не может заявить, что он совершил ошибку, прибыв сюда, ибо не знал, что здесь должно произойти. Нет ни одного человека, рожденного на данной планете, у которого не было бы внутреннего механизма, способного активироваться и подключиться к частоте вибраций света, или включить эти частоты вибраций в свое сознание. Мы советовали многим из вас выйти за пределы логики, так как именно ваш логический ум войдет в конфликт с данной информацией и ее электромагнитной энергией. В течение последующих нескольких лет ваше понимание и резонирование с данными частотами возможно сравнить с включением своего собственного радио. У вас установится прямой телепатический контакт с кораблями-базами, передающими вам необходимую энергию и информацию. Придет время, когда у вас отпадет необходимость получать информацию через контактера, так как вы установите непосредственную связь с собственным источником информации. Полнота информации, поступающей к вам таким образом, будет очень вас поддерживать, вам будут передавать всю необходимую информацию о развитии событий, чтобы вы были всегда в курсе дела. По мере возрастания вашего доверия вы сможете проявить в своей жизни световую сущность, которая придет к вам на физическом уровне и начнет обучать вас. Ченнелинг получения информации через другое существо станет процессом совершенно устаревшим, поскольку каждый из вас сможет учиться у своего собственного светового учителя. Пока вы этого не достигли, мы здесь для того, чтобы учить вас, напоминать вам, кто вы есть и дать вам представление о том, кого или что вы можете в себе привлечь. Более же всего мы хотим помочь вам, как членам семьи света, освободить людей. Сфокусируйтесь на своем собственном танце. Под какую музыку вы будете танцевать? Какие чудеса освоите? До каких частот вы согласны подняться, чтобы раздвинуть свое сознание, дав новое определение самому понятию возможностей?